Слово я передаю Алексею, чтобы он тоже высказался по поводу идей будущего. Да, идеи будущего, они всегда черпаются из идей прошлого. Обратите внимание, как только человечество, нормальное человечество Радовичей, отошло от укладов жизни прошлого, сразу же наступили темные времена. Моментально. Потому что если нет своей армии, то мы будем кормить чужую армию. Если нет своих идей, то значит нам кто-то подложит чужие идеи. А чужие идеи нам подкладывают не для того, чтобы мы были счастливы, а чужие идеи нам подкладывают для того, чтобы нас поработить. И вот в этом рабочем состоянии мы и пашем на других. Поэтому надо вспомнить просто наши основы, которые выходят из природосообразия. Вот эта самая идея, это и есть естество жизни, которое исходит из природосообразия, природолюбия, человеколюбия. Все это исходит из единого кона, того самого кона, который когда-то очень-очень давно создали для того, чтобы решить очень серьезную проблему за пределами кона там, в той старой так называемой реальности. И эта реальность была создана новая. Как некая там тренажер, компьютерная игра. Вот оттуда все вышли. Вот этот кон, он и включил в себя те задачи, которые необходимы нам здесь на разных уровнях, проявляющих себя в телах человеческих, может где-то там человекообразных, высших телах, божественных телах. Ну, решить эти задачи. Поэтому все исходящее из кона и по конам, которые по кону этому были созданы, для разных уровней Земли, с разными, например, там измерениями. Где-то там трехмерка, четырехмерка, 16, 32, 64, 128, там 500, ну и так далее. Или в том числе там тысячами, миллионами же измерения. Вот отсюда-то все и выходит. Вот это вот цели жизни, уложенные и в поконах вселенского бытия, и цель жизни каждого, и всего, что здесь существует. Вот это надо понять. Ну, то есть для этого необходимо понять, кто я, для чего пришел этот мир. А для того, чтобы понять это, необходимо понять, а что это за мир, для чего он. Ну, вот на своих семинарах я конкретно это рассказываю. Причем не рассказываю где-то там с каких-то книжек, а рассказываю, как оно есть. За что часто получаю вопрос, откуда вы все это узнали. Если вы не скажете, на что вы опираетесь, мы вам не поверим. Да, дайте нам эту книжку, откуда вы все это прочли. Я спрашиваю, да, а кто эту книжку написал? Вы того, кто написал книжку, тоже будете спрашивать, откуда он взял? Дайте мне эту книжку так. И будете дальше-дальше идти? Ну, в конечном итоге, говорю, во что вы опираетесь? Кто-то был первый, кто это написал. И вы тогда все равно доверитесь ему. Либо это было его проведение, либо это была его родовая нить, его поток информации, либо это явление там богов каких-то там, марсиан, кого-то еще выше сущности, шепот в голове, в конце концов. Ну, и все, для вас это становится неинтересным, потому что вы не получили книги. Вы же на книгу все время ориентируетесь. Да, книгу, да, книгу. Ну, так вот, вот об этом все рассказываю, да и другие тоже рассказывают. Сейчас мне понравилось, что многие прониклись этими мыслями, родовой поток стал раскрываться и прям поперло, пошло и расширяется. Ну, кто-то там по-своему, конечно, в стороночку куда-то гонит. Ну, кому-то коврижки свои интереснее. Ну, так вот, если мы понимаем саму идею мира, для чего он был создан, тогда мы можем понять, кто мы в этом мире, для чего. Ведь мир-то намного больше, чем человек в нем, родившийся. Естество-то мира намного больше. Это нужно понять не только свое естество и себя в этом мире, но и сам мир. Для чего ты пришел в него. Иначе мы останемся в состоянии рабов с чужой, с чужеродной идеей, которую нам вкладывают. Вот если нет своего осмысления, то, значит, чужое дополнение, святое место пустое не бывает. Еще раз напомню, культура – это следование всем этим основам. Свыше дается культура бытия жизни, уклада в жизни. И потом это проявляется только в песнях, танцах, хороводах. В одеждах, в ремесле и так далее. И поэтому на сегодняшний момент главное, вот о чем говорил здесь сегодня Сурияр, на что я тоже опираюсь, это выходящее из задачи укладов. Это совесть, это любовь, это лад. Любовь – это тоже такой высший уровень, когда мы ведаем замысел богов, когда мы принимаем мир не как нам хочется, а какой он есть. Чувствуйте разницу. Придумывайте что-то о мире. Придумывайте что-то о бабочке. Либо там о носороге. Либо знать, ведать, что это за носорог, что это за бабочка. И тогда вы не убьете бабочку и не попадете под копыта носорога. Копытом трудно назвать, да? Но под носорог, короче, многотонного. И рогом он не прошибет вас, потому что вы не полезете, куда не надо. Вот когда вы все это знаете, тогда вы будете жить по-человечески. Дальше необходимо понимать уровни бытия, развития человека и общества, о чем тоже уже говорил. Славяно-русская варварность вам в помощь. От простого и телесного до высшего божественного тоже об этом уже говорил. Все подчинено выше идее и цельм жизни. И вот экономика, она должна быть подчинена этому. Не паразитарная, а божественная. Не грабительская, а хозяйственная. Человекообразная, человеколюбивая, природолюбивая, природосообразная. Руководство и власть отсюда же выходит для того, чтобы вот эта экономика сложилась, чтобы экономика дала нам возможность существования, народная экономика. А экономика переводится как наука о ведении домашнего хозяйства. Вот это все строится на народовласти, на народоуправлении, а не просто там власть какая-то от кого-то. Здесь, кстати, был разговор, что нам привнесли, что любая власть от Бога. Вот если это какие-то выскочки, которые так кричат, это не наше. А если глаз народа это глаз Божий, то тогда да, любая власть от Бога. Чувствуете разницу? Вот тут ты смирись и покорись. Какого дурака тебе не назначили? Любая власть от Бога. Все, не тявкай. А тут каждый человек проявление, то есть он ас, да, будущий ас, либо состоявшийся ас, он проявляет божественную цель бытия, то есть свою цель бытия, цель своего рода, божественного рода, земного и небесного рода, он это проявляет. Значит, он уже глаз Божий. Когда совмещаются все эти рода вместе, когда у нас там огромное количество людей, родович соединяется, это и есть уже глаз вот этот единого рода. Ну, тогда и власть от Бога. Ну, а дальше, если мы говорим про руководство и власть, значит, распределение благ, образования, здрава, досуг, культура, защита, порядок, все это вот существует для того, чтобы задача свыше были исполнены, для того, чтобы понять, кто я в этом мире, что это за мир. И помнить еще необходимо, что все в развитии, все в росте движения, но нет такого статичного, что вот опыт, он сразу появился с рождения, опыт набирался. Мы должны были даже опыт предков в себя включать, дополнять, он же не сразу появился в нас, в одну секунду. Даже свой, если там представить, что мы реинкарнация какая-то там, как кого-то себя, да, и тот опыт мы тоже учитываем, но он тоже не сразу развивается, мозг не способен маленького ребенка, новорожденного, все это уложить, там еще нейронные связи не созданы, ну куда опыт-то загружать? Носитель, где? Носителя-то еще нету, поэтому все это через воспоминания, через культуру, через образы родовые и так далее, через сказки, присказки, перстывания, все это закладывается, все это в развитии, поэтому нет ничего статичного, и опыт, и возраст, они непостоянно меняются, поэтому все очень просто в этой жизни, если мы ее понимаем, а нам все время говорят, жизнь очень сложная, кто говорит? Да паразиты говорят, которые говорят нам, уверяют нас, что жизнь сложная, поэтому нужны быть мудрецы ихние, с какой-то там горы определенной, из какого-то народа определенного, которые нам все растолкуют, растолмудят, толмачи такие, по полочкам разложат, а мы никто, мы с Финни подзаборные, вот что нам говорят, поэтому все очень-очень сложно, и без нас вы не справитесь с этой жизнью, да фигу вам, дорогие друзья, фигу вам, дорогие не товарищи, все это у нас в крови есть, мы просто почему-то решили, что чья-то идеология враждебная для нас важнее, мы поверили, мы доверчиваем, но время-то пришлось, пришло уже с этим завязывать, я приведу простой пример, вот в августе месяце в Орловской области будет замечательный фестиваль, привнесет в упомянутое Сурьер Монососийское движение новую жизнь, вот такую перезагрузку произойдет, потому что, ну, запнулось движение, доброе, светлое, хорошее, запнулось, и пора переводить на новые русла, пора новые идеи вкладывать на основе того, что было сказано, пора, пришло время, но мы начинаем разговаривать, Алексей, приезжай к нам, поснимай все, сам повыступай, я спрашиваю, мне вот ехать 9 часов до вас, но у меня нет ресурсов в Народосовском радио, чтобы там три заправки в полную, в свою машину вложить, потом там еще в ремонт съездить, чтобы там заменить это, 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 машина же на, как-то амортизация происходит, да, надо что-то, деньги и на это, и на ремонт, да еще, а ремонтникам заплатить, не только за детали, поэтому заправиться, заплатить за ремонт, платные дороги там будут на пути, где-то разместиться, что-то поесть, там достаточно большая сумма на эту поездку, ну, 9 часов туда-обратно, да, посчитайте, еще там прожить неделю почти, да еще с собой взять оператора, говорю, ну, какие-то средства нужны, а он говорит, нет у нас средств, и я говорю, вот смотрите, что получается, у нас нет средств, почему? Да потому что каждый сидел в своей норке, в своей вот этой идее, местами утопической, летящей, парящей, и не слушали тех людей, в том числе и меня, которые уже несколько лет говорят, ребята, если у нас не будет народной экономики, то в этом случае мы не сможем проводить вот эти самые встречи, семинары, потому что это все мироедство, мир содержит этих людей, которые ведущие, которые знающие, которые несут этот свет, который здравый занимаются, и тогда мы вынуждены выживать, и тогда здравый у нас переходит на формат паразитизма, потому что за здравый денежки заплати, так бы мы, например, содержали своего целителя всем миром, и он бы не нуждался в ничем, и целил, и исцелял, а целитель это не тот, который только там правит, что таблетки дает, нет, целитель это цельное дело человека цельного, и жреца, который бы обучал, и образовывал, и учителя мы бы содержали, а нету ни на что, и нету на свои средства массовой информации от этого фонда, почему? Да потому что не создавали мы народную экономику, потому что каждый сидел на своем гектаре, каждый ходил на свою работу, куда-то там еще, а у врагов это все есть, ведь есть в избытке, обратите внимание, вы ходите в их магазины, вы пользуетесь их деньгами, их банками, их рабочими местами, вы даже убиваете своих родовичей их оружием, задумайтесь об этом. И когда я несколько лет назад кричал, ребята, давайте создадим вот эти вот объединения в единую сеть, чтобы по всей России через это станем сильными, у нас будет своя казна, мы перестанем кормить паразитов, мы станем властью на земле, на местах, через местное самоуправление, создадим свои профсоюзы, не оторванные, а совместные, то есть МСУ, кооперация, самоуправление, сети потребления и так далее, сбыта, свой кож будет, своя казна, вы тогда не дадите паразитам жреть на нас, плохи слетят, вы их не кормите, но не нужны будут эти их сети, но не нужны будут их вот эти вот системы рабовладения, да потому что у нас все это свое есть, и не рабовладение, а производство народное, и лишнего мы не производим, мы не производим фигни всякие, мы производим качественное, как для себя самих. Вот через это, через это можно стать очень просто властью, но это надо каждому это понять, что если ты не ходишь к паразиту, его не кормишь, он не жареет, и он не упускает оружие против тебя, а раз так, значит, ты власть на земле, когда у нас все свое, и главное, это вообще без какого-то нарушения, каких-то там правил, уставов, которые сейчас нам созданы, которые в конституции записаны, вы ничего не нарушаете, вообще ничего, не может вам прийти налоговая проверка, потому что это ваша семья, вы внутри своей семьи делаете свое дело, и не продаете услуги, а также с другими семьями взаимодействуете, и распределяете это все, значит, нет денежного оборота, нет налоговой, если нет нарушений каких-то конституционных, там, и прочих укладов, значит, и прокуроры, проверки на вас тоже не могут наехать, а если вы еще вместе, то какие бандюки к вам могут прийти, ну, подумайте сами, ведь полиция, какие-то там МЧС, армия, это выходцы из народа, они зарабатывают деньги, чтобы кормить свои семьи, а эти семьи, их дети живут среди вас, с вашими же детьми, и по сути вы их начинаете кормить, их детей, их семьи, благоустраивать их быт, из своей кооперации, из своего объединения, что кто-то из армии, из полиции на вас наедет, да, будут какие-то выродки, именно выродки, не уроды, а выродки, но они ставятся на место, их меньшинство, почему это очень трудно понять каждому человеку, необходима своя казна, необходимы свои производства, свое распределение, для того, чтобы все, что нам необходимо, у нас существовало, чтобы мы не спрашивали, откуда взять деньги, а чтобы мы спрашивали, куда направить средства, какое еще народное предприятие открыть, какую школу еще открыть, не дайте нам денег, заплатите 80 тысяч в месяц за образование вашего ребенка, а приводите своего ребенка в нашу народную школу, у нас все есть, лучшие преподаватели, лучшие оборудования, лучшие программы, лучшие учебники, все у нас есть, и туда не будут приходить какие-то лузеры, юзеры, которые где-то там, ботаники, которые не нашли себе места в жизни, и поэтому не поступили никуда, не смогли сделать свой, как сейчас говорят, бизнес, и поэтому пошли в образование, и в досуг, и теперь вот эти вот люди обучают ваших детей, у которых что-то не сложилось в жизни, чему они научат, и с ними в жизни ничего не сложилось, и поэтому мы будем выбирать, и назначать тех, которые нам нужны, и подготавливать кадры, которые будут решать все, вот об этом сейчас надо подумать, вот это наше будущее, жить по кону, и по кону вселенского бытия, и под это все подстраиваться, не нарушать естество природное и свое, а быть в естестве бытия, по совести, в ладу, в любви, но без бытового, животного, вот этого, человекообразного, нижнего уровня, мы не сможем выполнить задачи верхней, если цветочек чахл, и какие он семена даст, какую он выполнит задачу свыше, а мы чахнем, вот это надо понимать, так что говори о божественном, понимая уклады бытия, но физика, то есть плоть, должна служить этим укладом, только сообща, о чем здесь уже говорилось, только вместе, мы сможем это сделать, вот это передайте каждому, каждому, кто еще не понял это, прям вот вырежьте этот кусок, и передавайте, посмотри вот это, посмотри вот это, посмотри вот это, не сделайте это, так и будем сидеть, не пойми чем, прям вырезайте, это можно делать, распространяйте, мы не будем никому бан за это давать, но только ради Бога, не вешайте свои лейблы вместо наших, потому что это уже паразитизм называется, когда вы закрываете народное славянское радио, там были такие случаи, не вешайте свои лейблы, это паразитизм, потому что сам не сделал, но при этом тех, кто делал, ты опускаешь ниже, и они становятся неизвестны, это неправильно. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров, и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку подписаться, и обязательно нажать на знак колокольчик, понравившейся записью, вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добро! Субтитры создавал DimaTorzok